Каждый год в последнюю субботу января Севастопольский дворец детского и юношеского творчества встречает друзей, выпускников своих многочисленных кружков. Праздник начинается уже в фойе, улыбки, объятия, оживленное общение. Для многих этот вечер – редкая возможность повидаться с товарищами детства и любимыми педагогами. Многие из наших выпускников возвращаются во дворец уже в качестве педагогов. На самом деле, на сегодняшний день это практически 25% от всего педагогического коллектива. Я тоже когда-то занималась в эстрадно-симфоническом оркестре, а потом буквально через год пришла в качестве педагога. И уже сегодня у меня есть свои ребята – это Совет городского парламента ученического самоуправления, это будущие лидеры, будущие политики. Для гостей в праздничный вечер играют музыканты Народного молодежного эстрадно-симфонического оркестра Дворца детского и юношеского творчества под руководством Ярины Петровны «Погонец». Она бывшая воспитанница и преемница основателя и первого руководителя коллектива Бориса Алексеевича Миронова. Известный севастопольский композитор и дирижер всегда с радостью приходит на январские встречи. Я прихожу во дворец как свой дом. Почему? Потому что здесь практически выросло все мое творчество, особенно композиторское творчество, ну и оркестровые все произведения, которые были созданы в эстрадно-симфоническом оркестре. Я хотел бы всем пожелать, чтобы каждый из наших кружковцев любовь к Севастополю пронес в своем сердце, как песня. Основным событием вечера встречи стал праздничный концерт. Выступили как нынешние воспитанники Дворца, так и гости. Большинство из них кружки помогли открыть таланты, развить способности, найти интересное хобби и даже выбрать профессию. Я выпускник, даже страшно сказать какого года, ну в далеком аж 72-м году я закончила школу, закончила, но занятия во дворце не прекращала. А вообще впервые я сюда пришла в пионерский хор, которым руководила Раиса Анисимовна Сыромятникова. Я занимаюсь в хоре, занималась бальными танцами, ну а потом у Бориса Алексеевича Миронова. После школы, собственно говоря, Борис Алексеевич меня подготовил. Я закончила театральную студию при Киевском государственном театре «Опереты», так что я артистка «Опереты». Затем институт культуры уже закончила. В этом году вечер встречи собрал более двух сотен выпускников разных поколений. Кто-то в последний раз отметился на дворцовых занятиях пять лет назад, кто-то в начале 2000-х, а кто-то был кружковцем еще во времена красных галстуков. Эти гости до сих пор зовут Севастопольскую резиденцию детства дворцом пионеров. Но всех пришедших на праздник объединяет одно – они благодарны дворцу за знания, творчество и счастливое детство. Наталья Данилова, Дмитрий Лелека, Севан, Форумбюро.